Да, привет. Пока вы там еще немножко думаете о пиццапате, буду вас немножко уйдить в сторону от этих мыслей этой презентации. На самом деле, некоторые вещи, которые я сегодня хочу рассказать, ну, уже в том или ином виде звучали, да, предыдущими спикерами были выстрелы. Они не то, чтобы съели мой хлеб, но места им понадкусывали, скажем так, да. Но я бы даже сказал по-другому. Они сделали неплохой introduction, да, потому что они рассказывали о том, что есть задачи, есть разные толзы, да, которые можно выбрать, чтобы их выполнять. Ну, и нужно выбрать правильные толзы. Вот сегодня я как раз поговорю про те случаи, когда, ну, ходу действительно нужен, да, и про те толзы, которые обычно, ну, используются эти. Те фреймворки, которые используются совместно с HDFS, ну, и которые, в принципе, в одном случае можно брать одни толзы, в других – другие. То есть сейчас я расскажу про, ну, первое, да, то есть какие могут быть бизнес-нипс, да, в которых эти толзы могут использоваться. Следующее. Расскажу, ну, infrastructure, она так громко звучит, на самом деле, это просто я сейчас перечислю такой ограниченный набор толзов, да, которые я посчитал, ну, интересными, да, для данной презентации. Все рассказать, ну, я не смогу, потому что, ну, их действительно очень много, и они постоянно появляются новые, одни заменяются другими. Вот все, что, все эти технологии вокруг Hadoop, они тем интересны, да, что очень много разных толзов. Это создает, на самом деле, большие возможности, да, выбирая разные толзы, мы можем сделать разную абсолютно систему. Но, с другой стороны, создают несколько такой хаос, да, мы, ну, у нас есть одна проблема, мы ее можем решить пятью способами, какой из них правильный, да, мы не знаем. И расскажу про, ну, помену про какие у нас есть самые распространенные дистрибутивы, уже собранные Hadoopом. И расскажу про несколько проектов, которые SoftServe делал, делает, ну, в одном из них я участвую, другие мне просто, как бы, дали архитекторы информацию, да, то есть по вот этим проектам, я в них не участвую, я просто о них знаю, я посмотрел их как архитектуру, так что, если есть люди, которые узнают свой проект, можете помогать. Ну, то есть, какие, ну, какая мотивация была, да, к этой презентации, на самом деле? Я не знаю, раскрою секрет для кого-то или нет, но у нас в компании будет еще одна компетенция открываться. Вот мы с Костей получиком разваривали, я ее сделал, у нас еще будет Hadoop, компетенция. Когда она будет, и как она будет представлена, мы еще пока, ну, точно не знаем, но будет, она планируется, но за этим уже идет работа. Еще, что я хотел рассказать, что Hadoop — это не только MapReduce, да, потому что люди, которые о Hadoop просто слышали, у них первая мысль при слове Hadoop — это MapReduce. MapReduce — это Hadoop, но это не так, здесь много систем Hadoop, которые MapReduce не используют в принципе. Ну, я объясню, почему. И, ну, собственно, да, примеры проекта. Кстати, если есть какие-то вопросы, можете задавать их сразу. Если я знаю, на него ответы есть время, я вам отвечу. Если нет времени, я скажу, что у нас нет времени. Я скажу, что у нас нет времени. Поехали. Какие у нас сейчас, ну, в связи с большими данными, да, какие могут возникать проблемы, ну, не проблемы, а вопросы, которые мы можем решать? Да, вот у нас есть вопрос такой. Есть у нас data scientists, то есть люди, которые ковыряются от данных, пытаются найти в них какие-то зависимости, которые, ну, мы так не видим глазами. Они, может быть, найдут их, и мы сможем с их помощью сделать что-то полезное, принять какое-то правильное решение, которое нам поможет сделать наш бизнес лучше. И с большими данными есть большая проблема. Нам нужно эти решения получать дополнительно, в разумный период времени. То есть, если мы запустили какой-то там запрос, да, или там алгоритм поиска этого решения, и он будет работать там две недели, а мы там еще где-то ошибку допустили и поняли это только, когда он отработал, ну, не очень удобно. То есть, первое, что мы хотим, это увеличить время, вернее, уменьшить время обработки наших запросов. Второе, для бизнес-пользователей. Каким образом мы можем сделать им селф-сервис системы? То есть, чтобы не каждый раз бизнес-пользователи нас дергали, там, IT, да, там, сделать нам какой-то отчет, а чтобы они могли самостоятельно себе что-то тоже накидать и пользоваться данными так, как им удобно. И третий кейс – это real-time intelligence, когда мы хотим получать какую-то информацию, какие-то инсайты довольно быстро. То есть, никогда действие прошло, оно попало к нам в систему, оно как-то обработалось, там, интересно, куда-то отгрузилось, в отчеты оно попало к нам через три дня. Да, иногда это бывает поздно. Иногда поздно принять это решение, ну, оно нам нужно было еще вчера, или, там, через час после того, как произошло событие, или даже через секунду. Ну, это все требования, да, то есть, есть системы, для которых это не так важно, есть, когда важно принять какое-то решение и узнать о событии, когда оно произошло, там, через секунду. Об этом тоже поговорим. Хадуп Экосистем. То есть, сейчас я начинаю перечитать всякие разные штуки, страшная картинка, мне уже говорили. То есть, первый фреймворк – это HDFS, да, то есть, Хадуп, в принципе, он построен, ну, обычно, там, 95% случаев, это HDFS, распределенная файловая система. Ну, кто вообще с Хадупом работал, да, пробовал что-то делать? Поднимите руки. На конференции считается. Да, а кто, ну, как бы, не видел глаза, то есть, не знает вообще структуру? О, ну, есть такие, отличные. Моя аудитория. То есть, в чем идея, да? Хадуп, вернее, HDFS – это распределенная файловая система, которая представляет из себя набор нодов, и файл, который мы закидываем в файловую систему, он разбивается на нескольких частей и лежит на нескольких нодах. Ну, параллельно. То есть, он не в одном месте кранится. Это распределенная файловая система. То есть, файлы обычно бьются там на, либо там 64, либо 128 мегабайт блоки и раскидываются по нодам системы. При этом они еще и дублируются. То есть, каждый кусочек файла, который разбит каждый блок, он еще и три раза повторяется, минимум три раза. Можно конфигурировать, чтобы больше он потерялся. Для чего это нужно? Чтобы, если у нас какой-то нод умер, то другие могли бы предоставить эту информацию, и никто бы этого не заметил. Ну, то есть, это основа. То есть, распределенная файловая система. Что идет дальше? Дальше MapReduce. Да, я все-таки о нем расскажу немножко. Он все-таки есть. В некоторых системах все еще. Обычно вот в Legacy, если есть проекты, то есть, его еще поддерживают. И, ну, есть. Что это такое? Это, по сути, такой фреймворк. Обычно это Java. Мы пишем класс, который выполняет работу Map. Второй класс, который выполняет работу Reduce. И пишем еще класс Driver. То есть, всего этого дела. Ну, как это происходит? Если взять на примере... Ну, у нас есть книга, да? И мы хотим посчитать... Ну, стандартные, классические примеры, кто вам все говорил, там, заезженные. Ну, мы немножко в другом тексте на него посмотрим. Есть книга. И мы хотим посчитать количество слов, которые встречаются в нем раз. Например, слово «ми» встречается в нем 50 раз. «Ю» там 70 раз и так далее. Да, как это выглядело с книжкой, да? Мы берем книжку, например. Вот вы сидите, да, все. А как мы можем ускорить? Если я один буду сидеть и считать эти слова, это будет долг. А так я беру, например, книжку. Разрываю по страничкам и раздаю каждую по страничке. Ну, по сути, это вот распределенная файловая система. То есть вы — это HDFS. Я на ласке ему вот эту книжку. Дальше я пишу Map. Ну, сейчас упрощенный вариант. Пускай там три человека держат по какой-то страничке сервисом. Ну, не важно. Следующий шаг — я делаю Map. Что такое Map? Я беру тоже лисочек и пишу инструкцию. Посчитай мне какое-то количество… Ну, вернее, каждое слово, которое ты увидел, посчитай, сколько раз оно встречается. Я даю всем вам по инструкции. И вы начинаете работать. То есть процесс Map пошел. Вот он вот здесь. То есть на каждой ноте пошел процесс Map. Дальше я выбираю еще добровольцев. Каких-нибудь там пять человек. Они стоят здесь. Я говорю, ну, ты там разделите ряд на пять колоночек. Ты собираешь с этих двух рядов, ты с этих, ты с этих. И каждому потом приходят результаты. И он потом, уже видя, что у него есть там слово такое, сколько раз встречается, он просто суммирует. То есть он собрал вот листочки. Начитать не все агрегирует суммы, а каждый — свое. В итоге я получаю пять листочков финальных. Это, по сути, результат работы в My3Qs. Так он работает. Ну, в реале это, когда мы создаем jar-файл с этими классами, он отправляется на каждый нот, и каждый нот выполняет свою работу. Дальше. Apache YARM — это, как бы, такой ресурс-менеджер. То есть просто самим вам было бы, ну, как бы, тяжело организоваться. Кто-то должен раздавать листочки. Вот это ресурс-менеджер. Он определяет. То есть он знает о всех дейта нодах. Он знает, ну, это, кстати, уже новый вариант ресурс-менеджера. В Hadoop был раньше более простой, но он не так хорошо работал, потому что у него был так называемый джоб-трекер и были таск-трекеры. Джоб-трекер, ну, был один на всю систему. Получается, все джобы шли через него. И он управлял всеми ресурсами и джобами, и он был очень нагрушенный. То есть, ну, от него отказались в пользу YARM. YARM делает по-другому. Он следит только за ресурсами, да, и он знает, ну, какие ноды более свободные, которые могут считать. И когда он находит, ну, к нему приходит задача, он говорит так, кто у нас там самый свободный? Ага, ты. Ты будешь следить за всей работой, ты самый ответственный. Вот. И потом это, получается, мастер нод, так называемый, да, application master. И он раздает уже задачи на дейта ноды. Ну, потом собирает, возвращает результат. Apache Business – это другой ресурс, менеджер, который работает в более сложных системах, когда у нас есть не только Hadoop, когда у нас есть другие распределенные приложения, и зачем он вообще нужен, да, то есть обычно у нас происходит вот так вот, да, у нас есть Hadoop, он может там быть загруженным, быть не загруженным, есть еще другие различные приложения, то есть у каждого есть по своему кластеру, да, распределенный, ну, распределенный кластер. Ну, получается такое, что в некоторые моменты, ну, вот, каждое приложение, оно, в принципе, за 100% ресурсов. Ему их не хватает, оно могло бы работать быстрее. А в другое время на других кластерах у нас, ну, железо простаивает. Собственно, Mezos позволяет объединить все вот эти вот кластера в один большой кластер и, ну, разруливать ресурсы не только там Hadoop, но и с другими приложениями. Есть, как бы, системы, которые, ну, я видел, ну, там, смотрел обзоры, некоторые умудряются, чтоб Mezos и Yarm работали вместе, то есть настраивают таким образом. Hi. Сейчас переходим уже немножко к абстракциям, да. То есть кто писал хоть раз MapReduce? О, вот люди, ну, как, нравится. Поднимите руки, кому нравится. Ну, так, да, сейчас попробовать, ну, да. То есть, ну, не всем нравится, внутренне, большинство мне нравится. В чем прикол, да, то есть, ну, задачу нужно, там, написать классы и все такое, то есть, ну, довольно долго. Hive – это абстракция, то есть мы можем обращаться к нашим данным, это файлы, да, лежащие на определенные файлы в системе. Мы можем к ним обращаться, как к таблицам. Причем, используя всем привычные SQL. Каким образом это работает? Есть данные, которые у нас лежат на HGFS. В Hive… А, ну, смотрите, вот у нас есть файлы, да, какие-то, и мы создаем для каждого файла или, там, папки, создаем абстракцию, ну, как бы, create table делаем в Hive, да, то есть у нас есть табличка, это мета-данные, да, то есть информация о данных. Ну, об этом мета-дата сторис уже упоминали сегодня. Там граница, как бы, вот, табличка, структура данных, да, которая описывает какой-то файл здесь. То есть когда к нам приходит SQL, он, во-первых, проверяет через мета-сторис сервис, то есть, окей, такая табличка есть, она ссылается на какой-то файл, и Hive генерит опять все тот же MapReduce, самостоятельно, вам его писать не надо. Он генерит MapReduce, продает эту джарку в ходу, она отрабатывает, возвращает вам результат. То есть намного проще, намного быстрее. Ну, тут вроде все понятно, да, то есть намного вопроса нет? Окей. Следующая абстракция Apache Peak. Ну, это для любителей скриптовых языков. То есть, ну, все выглядит так вот, да, то есть нам создаем какие-то, делаем операции. Ну, по сути Peak делает то же самое, он как бы создаёт MapReduce. Единственное, что у него нету мета-сториса, как у Hive. Он просто какими-то абстракциями и другими оперирует. Я, на самом деле, на Peak не писал, но есть люди, которым нравится. Окей. Да, не мало. Причём, как бы, проблема вот этих двух штук, да, Hive и Peak. Вроде бы действительно интересно. Ну, намного проще писать. Не надо, там, писать нажаве, там, компилировать, скидывать, там, ну, и подобные вещи делать. Но, опять же, оно работает. Ну, если сравнивать сейчас, ну, вы уже все знаете, сегодня мы уже и про Store вам рассказывали. Что есть более быстрый, как бы, метод доступа к этим данным. И они, что Hive, что их всё-таки используют MapReduce. То есть быстрее этого не становится, а в некоторых случаях даже медленнее. То есть, потому что вот Hive, он, ну, на запрос может генерировать, на самом деле, целую цепочку MapReduce Drop, которые будут туда-сюда ронять данные с диска на диск. Ну, как мы и говорили. Как, вернее, на первом QR рассказывал, на первой презентации про Store. Им пало. Отдельно, то есть написанная Тулза, то есть компания Clouder написала на C. То есть она довольно быстро работает. На базе таких алгоритмов, как MVP, это Massive Parallel Processing. Она не использует под собой MapReduce. У неё свой движок. И работает она, вот если пробовали работать через Hive или вообще через MapReduce, читать какие-то вещи, а потом запустить сделать то же самое на Impala, у меня первая реакция была, как, уже? Ну, серьёзно. То есть то, что отрабатывал две минуты, здесь отрабатывает, ну, полторы секунды. Думаешь, ну, да. Потому что она что-то выдала неправильно. То есть я написал, что-то не так. Нет, она действительно работает быстро. А с объемом данных, чтобы давать очень большие объемы данных на таксамо? Да. Да. Ну, подвох, подвох есть. Ну, на самом деле, как бы, Impala, она как бы, ну, не делает magic, на самом деле, там, она всё-таки использует под собой, ей нужен Hive, но Hive MetaStore. То есть, ну, та структура, которая описывает таблички, да, мы создаём в Hive MetaStore, создаём, ну, по сути, обычно как делают, да. Обычно, когда у нас есть набор файлов, мы создаём какой-то, какой-то Data Warehouse, мы гены разрабатываем его, и создаём структуру через Hive, ну, или через Impala, то есть неважно. И пишем туда данные, то есть мы используем его как хранилище данных, да, то есть, ну, Data Warehouse. Именно в классическом его виде, вот как по Kimball, да, мы и делаем структуру. Вот так мы её и делаем. В чём проблема, да, то есть она не является… Ну, она, кстати, может работать как с HDFS, так и с HBase. Она может маппиться на HBase, ну, с ним работать. Тогда она позволяет делать точечные апдейты, да, потому что, как бы… В чём приколы HDFS? HDFS — это такая, ну, файлы на HDFS не read-only. То есть, ну, вернее, как, ты их не можешь апдейтнуть. Ты его записал, ты его, чтоб тебе при апдейте, тебе нужно, ну, его высчитать, ну, память апдейтнуть, то удалить, новый записать. Вот, ну, в этом проблема. Но у меня есть проблема в том, что, нет, ограничения, скажем так, хайф более функциональны, там нужно хитрые джойсы делать. Ну, палит, по-моему, этого не для. Да, там есть некоторые ограничения, я глубоко с ней не работал. То есть, только на уровне, то есть, постройки на её базе, там, воркауза. Ну, джойсер она отрабатывает, но, как бы… Ну, я же говорю, что хайф более функциональный. Да, может быть, там какие-то более хитрые варианты, то есть, он позволяет обрабатывать, чем импала. Но работает она, ну, действительно, ну, первый раз поражает, то есть, ну, насколько быстро она работает. Ну, опять же, да, то есть, если… Ну, тоже недавно смотрел презентацию, там ребята обсуждали, что вязать. Импалу или вязать Spark, да. То есть, на самом деле, как бы, ну, они по скорости сравнимы довольно. Единственное, что у импала тут можно настроить, по-моему, security там лучше. И плюс, ну, если мы решаем задачи воркаузов, да, и с этим работают какие-то аналитики, то импала. Если нам какие-то другие задачи, ну, например, по анализу, ну, с этим будут работать программисты, которые привыкли, там, к скале, привыкли, ну, вообще, к стримингу API, то, ну, лучше брать Spark. Собственно, Spark. Много рассказывать не буду, сегодня там вся презентация была по Spark. Ну, так что… Ну, Spark, да, он работает не только с Hadoop. Ну, он, ну, он может напрямую работать с HBase и даже вообще не HDFS решением Cassandra. Скьюб – это, ну, сокращение от SQL к Hadoop. Ну, это тоже такой framework, который позволяет данные перекидывать туда-обратно из обычной RGBMS базы данных в Hadoop, ну, и обратно. Ну, или даже там на Hadoop созвать структуры, таблички, ну, такие же, как в RDBMS. Да, то есть мы хотим… Да. А почему? Ну, смотри, ты когда используешь Hadoop, у тебя, на самом деле, источников данных может быть много. Ты можешь загружать туда файлы, можешь загружать логи. А из логов тебе нужно потом связаться… У тебя есть LDAP-сервер, например. Да, LDAP-сервер имеет свой базу данных, тебе нужно как-то смачить, ну, ID-шку юзера там с LDAP-ом. Ты берешь просто табличку из LDAP-сервера, заливаешь скибом к себе или обновляешь. Да, ты можешь потом файлом просто взять, ну, обратиться к вот этим двум файлам, как к табличкам, джойнам, ну, смачки. Узи. Узи. Да, то есть, ну, вот в том же хайле, да, то есть мы когда пишем какой-то сложный запрос, он, на самом деле, генерирует целую цепочку мегредьюсов. Да, иногда у нас логика вычислений может быть, ну, действительно, какая-то сложная, и мы хотим… Ну, то есть мы можем связать вот это все в таком дизайнере даже, там, в Cloud Air Enterprise, ну, представляет такой визуальный редактор для Узи. На самом деле оно потом генерирует XML-ку вот такую, которую можно просто запустить из командной строки. То есть это, как бы, сценарий, да, по сути это сценарий, ну, работы каких-то джобов. Это могут быть MapReduce джобы, это могут быть просто копирование файлов, отправка email-ов, ну, там очень много разных штук. И плюс тут, ну, реализуется и файл с логикой, то есть если там у нас зафейлилась джоба, что делать, если она отработала нормально, что делать, ну, то есть такой инструмент, который позволяет, ну, написать не скриптами, писать, да, там, вшельниками, ну, вот так более-менее визуально понятно сделать какой-то workflow. Причем она еще позволяет его и скедлилить, то есть мы можем скедлилить, там, с какой-то периодичностью вот этот workflow. Что у нас еще? У нас, кстати, на HDFS-системе могут еще развертываться другие базы, такие как HBase, это Column Storage Database. Ну, Titan – это граф-ориентированная база данных, позволяет с графами какие-то мощные вычисления делать. Тоже все получается распределенное. Ну, это поверх коду поставится. У них, ну, это NoSQL база данных, в HBase, там, по-моему, есть Java API, еще какой-то API. То есть обычно с ним через Java работает. Смотрите, вот эта штука не работала, не знаю, скажем, но она есть. Flume. Flume – это система такая, то есть тоже определенная система сбора, ну, потоковая, да, то есть она может принимать, вот мы на проекте ее использовали для того, чтобы брать логи со SQL с веб-серверов и заливать их на ходу. То есть в чем прикол? У нее есть источники, есть каналы и есть синки, да, то есть синки могут быть разные. Это может быть HDFS, это может быть какой-нибудь Elasticsearch, это может быть другая какая-то файловая система. То есть, ну, либо там веб-сервис какой-нибудь. Канал – это может быть память, может быть диск. Некоторые люди вообще, то есть я буквально вчера смотрел презентацию, они в качестве канала вообще Kafka использовали. Что? Ну, я чуть дальше расскажу. То есть в чем прикол? На самом деле, вот этих агентов мы можем устраивать целую цепочку. Вот эти агенты, они могут устраиваться в цепочку и, по имену всего прочего, кроме простой передачи данных, они могут их еще каким-то образом модифицировать. То есть там ставятся интерцепторы, которые данные, с ними можно что-то делать. Мы можем устраивать довольно хитрые системы, то есть, ну, я там дальше чуть-чуть покажу, как это может быть использовано. Storm. Ну, не буду есть чужой хлеб. Вот, там следующая презентация как раз по Storm. Там более подробно расскажут. Звуки первых. Звуки первых. Окей. То есть еще одна система, которая позволяет приложениям вот таким распределенным как-то работать и взаимодействовать. То есть, во-первых, ну, Zookeeper может использоваться как определенная система конфигурации. Мы можем, ну, задавать конфигурацию какую-то, то есть, ну, нашего аппликейшена, да, распределенного. Ну, чтобы не делать это на каждом ноде, где он у нас задеплоен, мы делаем это все в одном месте через Zookeeper. А все приложения, которые у нас запущены, мы настраиваем на этот Zookeeper, чтобы они брали конфигурацию отсюда. Чтобы, ну, в один раз применили конфигурацию, они вычитали, ну, и пошли работать. То есть, всякие нейминг-сервисы, синхронизация распределенных там каких-то вычислений, да. То есть, мы можем там даже подобие транзакций реализовать, действительно, распределенных через Zookeeper. Ну, разные другие сервисы. Он, кстати, сам тоже распределенный. Там тоже у него fold tolerance. То есть, если падает один нод, выбирается другой. Там обычно есть мастер нод. Если мастер нод падает, там через Quorum выбирается новый мастер нод. То есть, работает довольно прикольно. Кавка. Кавка? Кто джависты? О, они стеснялись. А его сникли. С JMS работали, Java Message Service. Вот это как бы распределенный аналог. Тоже такая система, месседжинг сервис, только он распределенный. У нас могут быть продюсеры какие-то сообщения, есть их консюмеры. Этот кластер может состоять из нескольких приложений, то есть они могут параллельно обрабатывать большое количество сообщений. Причем, что самое интересное, вот эти все сообщения персистятся на диск, то есть сохраняются. Причем они могут... Ну это гарантированная, да, получается, система, когда мы... Если месседж пришел, то если потребитель в какой-то момент он отпал, а потом подключился еще раз, он все равно его получит. То есть сообщение не потеряется. Причем Kafka может вообще терабайтами хранить вот эти сообщения, и причем ее производительность падать не будет. Сообщения в терабайт, считаешь, там богатые? Много, да. Ну, а сообщение... Ну, я не знаю по поводу, сколько одно может, ну, это просто как бы сообщение, это как бы коллекции типа объектов, а то есть... Ну, тут, а Kafka реализует GMS? Ну, тут, а Kafka реализует GMS? Ну, тут, где корринг-минуты? А это реализация GMS? Не, по-моему, это не реализация GMS, это отдельная как бы... У него своя как бы... Ну, а я и такие сами GMS есть. Я просто привел GMS, ну, в качестве примера, чтобы объяснить, ну, что делает Kafka, да, то есть она тоже доставляет как бы сообщение. Нас по поводу того реализуют, по-моему, не реализуют. Ну, я сейчас, ну, точно не скажу. Ну, может, Horn&Q так само пастеризуется, так само можно распределять его, так само занять бригадный сервис? Ну, есть еще Rabbit&Q, то есть, ну, как бы... Ну, как бы... Это просто рекорд? Да, это пример, то есть, ну, то есть, какие инструменты у нас есть, да, то есть я сейчас перечисляю, что, как бы, ну, с GFS-ом можно работать не только там в Майпредьюс, а вокруг него еще куча разных штук, которые мы можем использовать. Ну, это как в качестве примера, да, то есть их много, я же говорил, то есть их очень много, я сегодня могу рассказать, и они друг друга нам могут заменять в тех или иных случаях. Там надо, как ты правильно говорил, не брать сразу первый выпавшийся, а посмотреть, ну, какие есть варианты. То есть в одном случае одно подойдет другому другому. Какие у нас есть популярные дистрибутивы, да, то есть? У нас есть Lauder. А почему она на первом месте? Потому что у нас компания с ними сейчас ведет такие партнерские отношения. А почему она на первом месте? Не, мне ничего не платили. Я просто, ну, как бы… Да, то есть есть Quartonworks, Mappar, IBM Infosphere, Big Insights и Amazon Elastic MapReduce. Я думаю, есть еще и другие, ну, как бы, такие, ну, самые распространенные. В чем, как бы, прикол амазоновского, амазоновской реализации ТДП, да? То есть, что нам не нужно, ну, поднимать свой собственный пластер, да? То есть, причем нам не нужно постоянно его хранить. У нас есть, допустим, на S3 хранятся какие-то данные. Нам нужно провести какую-то обработку данных. Ну, просто процесс это что-то большое и тяжелое. Мы говорим Амазону, создай сервер, ТДП. Он его поднял, говорит, окей. Мы ему закинули эту отзопу, там, Hive, например, да, какую-нибудь. Сказали, где у нас лежат данные. Он обработал ему данные. Ну и все, погасили сервер и больше за него не платим. Потому что мы платим за него почасово. То есть, мы подняли его. Сейчас у нас заняла обработка. Мы заплатили за этот час. Сервер ушел в оффлайн. Все, мы за него не платим. То есть, мы платим только за момент обработки. Теперь немножко перейдем к архитектуре, да. То есть, мы поговорили про кирпичики, да. Что мы из них можем строить. Последний вот интересный, да, тренд. Сегодня тоже уже Юра и упоминался. Это лямбля архитектура. То есть, что она из себя представляет. У нас есть данные, которые, на самом деле, потребителю, да. То есть, ну, запросы в нашем идут двумя путями. То есть, через два слоя. Это batch layer и speed layer. Batch layer – это вот обычно какой-нибудь HDFS с тяжелыми обработками. И данные здесь могут, ну, собираться в какие-то, ну, буферные файлы, потом пакетом обрабатываться, ну, и попадать уже в какое-то хранилище, да. Ну, или view какой-нибудь. Speed layer – это обычно какой-нибудь стриминг системы, да, которая довольно быстро может… Ну, то есть, данные, они копируются что сюда, что сюда. Отличие вот этих двух лейеров – через этот лейер данные проходят практически мгновенно. То есть, и хранятся здесь только данные, которые еще… Ну, обычно хранятся только те, которые еще не успели в batch'ем обработаться здесь. То есть, что нам это дает, да? На этапе запроса мы можем смёрджить вот эти данные с вот этими и получить, во-первых, аналитику, которая была проведена на больших данных, но с учетом последних данных, которые пришли за последнее время, которые еще не успели здесь запроцесситься. То есть, ну, здесь процессинг идет с маленьким объемом, поэтому он происходит довольно быстро. Здесь с большим объемом и, ну, там есть задержки. То есть, самая большая проблема этой архитектуры обычно находится вот на вот этом уровне, то есть, когда нам нужно смёрджать вот эти две вещи. То есть, ну, обычно это самая сложная штука. Ну, в качестве примера, да, зачем это нужно, да? Кто знает такое мобильное приложение, есть RunKeeper? Вот, так, есть. То есть, ну, и пользуйтесь им, да? Ну, иногда. Окей. Там есть такая штука, ну, что такое, что за приложение, да? То есть, мы трекаем свою беговую активность. Мы там можем куда-то побежать куда-то или на велосипеде поехать. Ну, из-за трека через GPS, сколько мы проехали, за какое время и все такое. И само приложение представляет нам такой, ну, список, во-первых, того, где мы, наших треков, да, сколько мы пробежали. И потом такая аналитика есть. Когда мы можем посмотреть, сколько мы пробежали за эту неделю в сравнении с предыдущей неделей, то есть, ну, улучшили ли мы свои результаты, ухудшили, ну, и так далее. Какая есть проблема в этом приложении? У них, скорее всего, нет этой архитектуры. И, то есть, мы можем, мы пробежали, поступили данные. Мы, в принципе, можем посмотреть, да, сегодня мы пробежали, мы видим этот трек, там, пять километров мы пробежали. Окей, классно. Обсмотрим, давай посмотрим статистику теперь. Сколько больше я пробежал, там, в эту неделю, чем в прошлую. Смотрим здесь, блин, статистика, где мой трек? Я только что пробежал. То есть, здесь его нет. И мы ждем, там, пять часов, там, или семь. Пока у них здесь запросея остается, вот здесь вот придет обновиться вот эти данные, обновиться вот эта view. То есть, мы получаем задержку, это latency, да, о чем мы говорим. Ну, и, в принципе, меня, как пользователя, это расстраивает, да. То есть, я уже хочу видеть сразу, там свой проговорят, чтобы мне приложение сказало, ты молодец, ты крут. Но оно мне говорит это чуть позже, когда я уже отошел от первого, мне уже не так интересно. Ну, в принципе, я то что, я расстроился, ну, попечалился, ну, и пошел бегать дальше. А для некоторых людей вот эта latency, она играет большую роль. Потому что решение нужно принимать сразу. То есть, ну, это, ну, могут быть какие-то стратегические решения, бизнес-решения, которые нужно принимать быстро. Например, на рынках, там, торговля акциями или еще где-то. Решение нужно принимать, ну, как только произошло событие. На нем уже должен знать. Или, по мнению, в больнице, ну, пациенту стало плохо. Там, знаешь, а что мы ему давали? А какие прогнозы? Приложение говорит, ну, подожди пять часов. Окей. Если смотреть на лямбль архитектуры с точки зрения опыта софт-серва, да, то есть мы для каждого уровня уже имеем приблизительный набор того, что можно использовать на той или иной фасе. То есть, что мы используем на batch layer, что мы используем для speed layer, serving layer, то есть представление данных, и visualization — это уже, как бы, система, через которую мы смотрим. Да? То есть обычно вот этот merge, о котором я говорил, да, вот этих двух потоков данных, он происходит либо на serving layer, да, ну, здесь, правда, нет стрелочки, либо уже непосредственно в самой системе визуализации данных, там, на том же, ну, там, micro-strategy или clickview, tableau, то есть, ну, мы там уже пытаемся смержить вот эту, ну, view-шку, которую мы получили отсюда, то есть batch layer, и как-то апдекнуть ее вот этими данными. Ну, почему я говорил, что здесь проблема? Потому что, действительно, нам нужно понимать, что нам нужно в этой view-шке учесть данные, которые мы не учили, которые еще не успели запроцессоваться, но в то же время не учесть их дважды, да, потому что они могут там с overlab каким-то быть. То есть там должна быть какая-то довольно хитрая система, которая все это, ну, разрубивает. Собственно, проект, да, один из проектов, в котором я участвую, у него как бы было, ну, называется Big Data Lab, у него как бы было две цели. Первое – это попытаться сделать на основе, ну, опять же, на основе Cloudera, да, дистрибутива, попробовать сделать систему, которая могла бы автоматически на нашем железе развернуть нам кластер. То есть, причем, чтобы это было сделано не через, ну, Cloudera менеджер предоставляет, ну, вернее, Cloudera предоставляет его Cloudera менеджер. То есть мы через веб-интерфейс можем к нашему кластеру подключать ноды, на которых уже установлена там Cloudera и так далее. Но мы хотим получить систему, которая бы одним запуском скрипта какого-нибудь развернула вам целый кластер, связала его в нод, и мы могли бы им пользоваться уже автоматически, настроила бы там security и тому подобное. Это первая цель. Вторая цель – попробовать решить лог-менеджмент задачи. Что такое лог-менеджмент, да? Когда у нас есть набор серверов, веб-серверах, их там несколько сотен, и нам нужно анализировать логи. То есть мы сейчас сконцентрировались на двух типах логов. Это access-log, да, то есть, чтобы проводить анализ, какие пользователи заходили, куда они кликали. Ну, об этом сегодня тоже говорили, то есть, ну, какими путями они шли, чтобы там соптимизировать бизнес таким образом, чтобы пользователь максимально быстро купил у нас продукт. Да, не тратя на наши ресурсы. Вот. И error-log, да, то есть, когда мы можем видеть какие-то ошибки. Ну и плюс логи можем анализировать на предмет каких-то атак, да, то есть, когда нам пытается там ломануть сервер или еще что-то, или просто задосить его. И у нас, как бы, сейчас, ну, не лямбда-архитектура, но чуть дальше сейчас покажу. Ну, это то, что у нас вывязывается. То есть у нас сделано таким образом, да. У нас есть набор серверов. Логи собираются Flume-агентами. И дальше эти логи поступают, ну, в два потока разных. Flume его разделяет. Он эти данные посылает в Basic Search. Это система, которая, ну, индексацию, там, текстового поиска, ну, и других разных вещей. То есть, и веб-интерфейс Кибаны. То есть, ну, это онлайн-мониторинг, ну, отчеты. То есть, чтобы, ну, то есть, здесь максимально быстро. То есть, вот здесь происходит, как бы, стрим просто данных, и через Кибаны мы можем просто видеть, там, текущую нагрузку на сервера, текущее количество ошибок, которые возникают, например, ну, что там, еще какие-то проблемы, ну, там, скорость поступления этих логов, активность, там, ну, то есть, то, что мы можем видеть прямо онлайн. Второй поток данных у нас поступает в HDFS. Дальше с помощью, ну, Hive, там, перекидываются в хранилище Impala эти данные. И через MicroStrategy мы уже можем запускать какой-то анализ. Можем стратегическое планирование выполнять. То есть, смотреть, какие у нас там сервера больше нахорожены, в какое время. Мы можем там, ну, внедрять какие-то другие системы, которые могли бы этим управлять. Ну, то есть, каким-то вот таким вот образом. Это вот то, что мы делаем. Еще один пример использования вот Hadoop систем. Это вот тоже клиентов меня попросили не называть. Да, просто, как бы, рассказать про архитектуру. В этом проекте я не участвовал. Система, которая вот именно делает вот этот клик-стрим-анализис. То есть, у нас, когда пользователь кликает по сайту, все вот эти клики с каждой страницы туда не переходили, они собираются в отдельные логи и отправляются на сервер. Дальше с помощью специальных систем анализируется, как пользователь ходил, ну, была ли совершена после этого покупка, как долго он переходил. То есть, и выслеживаются такие паттерны, да, после которых пользователь гарантированно покупал товар. И смотрим, как он туда попал. Ага, наверное, долгий путь к этому паттерну шел или нет. Окей, если бы с этого паттерна пользователи постоянно покупают товар, почему бы нам ссылку на эту страничку не поместить вообще там в топ, на нашу главную страницу, чтобы пользователи сразу отсюда пошли бы и начали покупать товары. То есть, когда делаются вот эти изменения, еще проводится так называемый AB-тестинг. AB – это имеется в виду, когда у нас есть два варианта. Первый и второй. Мы их сравниваем. Мы что-то поменяли в нашем подходе. И смотрим, опять сравниваем логию. Улучшилась ли у нас ситуация или нет? Ухудшилась. Окей, значит, мы как-то неправильно проинтерпретировали данные. Это было плохое решение. Возвращаем назад. Улучшилась. О, зашибись. Мы оставляем этот паттерн. Какие тут... Вот здесь, кстати, реализована лямбда архитектура. Используются вот такие вот тулзы. Та же Kafka, Store. То есть, на Амазоне хранятся данные. Здесь жирным выделены основные требования. То есть, архитектурные драйверы, которые имели превосходство при выборе тех или иных тулзов. То есть, мы смотрели, что у нас объем данных – 45 терабарей. Что у нас еще важно? Что у нас каждую секунду генерится 20 000 лендов. То есть, их нужно тоже успевать обрабатывать. Экстенсибилити. То есть, мы должны позволять клиентам, которые используют эту торговую платформу, еще какие-то свои вещи, свои кастомные отчеты делать. И мы должны делать какие-то self-service отчеты, чтобы клиенты могли сами вертеть данными и так далее. То есть, как вы сделаете такие архитектуры? У них тоже есть набор веб-серверов. Есть у них балансер перед этими серверами, которые отправляют нагрузку. Дальше здесь есть, по-моему, Python, Job, которые кидают логи в Amazon. Там не логи, там, по-моему, Джейсоны. На Amazon, в Kafka, в Messaging System. И дальше через Storm Streaming API они попадают в HBS-кластер. Тут два HBS-кластера. Один вот этим путем сюда проходит, другой вот этим. То есть, вот этот стрим получает еще другие сервисы. Я не знаю, какие они идут. И здесь на Recording UI реализованы как раз мердж вот этих данных и вот этих. То есть, ну, что бы ни происходило, да, вот здесь в покупках, как бы пользователи там что-нибудь покупали, данные отображаются практически мгновенно. То есть, там, менеджеры и аналитики, они прямо вот практически онлайн могут наблюдать, что происходит в этой огромной системе. Дальше еще один проект, который, ну, купон Marketplace. У него есть купоны разные на скидке разным магазинам, разным компаниям. И он является самым большим распространителем вот этих вот купонов в Штатах, Германии, Британии, Нидерландах, Франции. На самом деле, это компания, которая скупила другие подобные компании. Вот. И они, в принципе, занимаются приблизительно тем же. То есть, они занимаются вот регритестинг. То есть, они собирают тоже различного рода данные о том, как пользователи себя ведут на этих сайтах. Ну, анализируют это. Ну, на этом принимают какие-то решения. Вот. У них, ну, на самом деле, там целая коллекция разных систем. То есть, ну, нас интересует вот эта часть данных, вот эти вот веб-блоги. Они приходят, ну, не только веб-блоги. Веб-блоги еще и с баз данных просто переливаются данные вот сюда. С ними работают data scientists. Но, тем не менее, данные, помимо того, что они здесь, они еще переливаются сюда вот в вертику. И с вертикой уже работают там BI и Marketing Team. И есть еще, так называемая, Online Analytics Platform. То есть, тоже она собирает информацию. То есть, приблизительно, ну, вот, как Алина рассказывала с GoodData, да, они решали проблему, когда у них есть несколько медиа-каналов, да, через которые они отправляют какие-то сообщения и собирают информацию обратно. То есть, тоже у них довольно большие данные. То есть, у них петабайт информации. Каждый кастомер генерирует больше 10 гигабайт в день. То есть, ну, там анализируется не только сообщение, там вообще посещаемость и так далее. Вот такой у них solution, да, то есть, они позволяют своим кастомерам, да, ну, собирается, во-первых, логи, да, они попадают к ним в ходу в систему. Дальше на основе вот, ну, анализа этих данных создаются recommendation rule какой-нибудь, и он высылается к кастомеру, который занимается маркетингом, да, в своей компании. То есть кастомер занимается маркетингом, он там что-то разместил, ему потом раз пришло, ну, чувак, ты там неправильно разместил, там, PPR, там, вот эту штуку туда или то-сюда. То есть, ну, каким-то образом или не так часто постят, потому что, там, тебя за спамера вообще уже держат, все удаляют, там, твой пост, ты, короче, никто не смотрит, их там просмотров нет. Так, ну, если, то есть тема вообще Hadoop интересна, да, на чем можно поучиться дальше? Есть классный сайт, называется Big Data University, там есть целая куча абсолютно бесплатных курсов по Hadoop. Не только по Hadoop, по Hadoop, по Hadoop, по Hadoop, по HBase, очень много, там, пара десятков курсов, которые связаны с Big Data. Я, ну, там, проходил курсы, они действительно классные, там, вот, это, ну, кусочки видео, ты их просматриваешь, потом решаешь какие-то тесты, решаешь какие-то задачи, практически там даются задания, скачиваешь виртуалку, на ней там работаешь, делаешь какие-то штуки, и ты в конце сдаешь еще экзамен. Ну, классно. Действительно полезно. Вот, ну, дальше есть таких три блога от Cloudera, Quartonworks и MapR, там, в основном, постят все то самое последнее новое, что происходит в мире Hadoop, да, то есть какие новые у нас появляются кузы, как они интегрируются с другими вещами, как они используются. часто приглашения на всякие вебинары, на которых можно тоже услышать много нового, интересного, послушать о том, как люди реализовали тот или иной кейс, ну, получить такой опыт. и книжка есть такая с дубской Definitive Guide. Тоже все довольно детально расписано. Ну, несмотря на то, что все быстро меняется, она до сих пор актуальна. Многие вещи, то есть мы отсюда можем почерпнуть полезные. Жильям Альбuerдан. Поэтому я не думаю, что это вот мы решили помогать. Я, наверное, не думал, как в свою ситуацию кроется, что он говорит, что если он это получает задачу, ему надо решить задачу, и он все это распределяет на эту тему, не скажем, человеку линию, это менеджер, оно уже находится на свою идею, что это менеджер. Если мы говорим про YARN, то есть как там происходит, то система выбирает для ресурс-менеджера, у него несколько копий, и он отвечает просто за то, чтобы посмотреть, узнать, он на самом деле никакой работы не выполняет, он только смотрит, какие ресурсы свободны. Он смотрит, ага, вот этот чувак очень свободен, у него там машина вообще просто стоит, вот мы его, короче, сейчас зарозим. Он ему дает, вот для этой таски, для конкретной, да, приходит джоба, да, какая-то, или MapReduce, или там Fires, да, неважно. Он говорит, ты за нее отвечаешь. Он говорит, окей. Дальше вот этот чувак смотрит. Во-первых, ему нужно понять, кому дать джобы непосредственно для работы с данными. Но данные он раздает каким образом? Система пытается найти нод, который максимально близок к данным. То есть если данные непосредственно хранятся на... Ну вот если он в первую очередь попытается дать это задание тому ноду, у которого реально физически хранятся эти данные. Если тот нод сильно нагружен, или, ну, нет такого нода, да, у которого там, знаешь, он пытается дать кому-нибудь в пределах одного река, то есть сетевого. Так они обычно и связаны. Смотри, там получается, в чем прикол. Ярм, он распределенный, да, то есть, ну, он там, на твоем пластике, там, на трех машинах, например, ну, три копии, да, хранятся. Но это, по сути, один Ярм. Даже несмотря на то, что он хранится на трех машинах. Ну, вернее, запущен. И, да, это как бы, ну, его инстанс, он просто распределенный. И дальше он, все сервера, которые зарегистрированы в этом пластере, являются, ну, как бы, в его зоне ответственности. Он не бьет их на руку, что один там отвечает за одних, другой за других, третий за третьих. То есть, у него, как бы, вот, весь, как бы, ну, все приложение Ярм отвечает за весь пластик. Ну, тут у него сет-плэпинг, там, целый у меня дочек. Ну, еще какие вопросы? Ну, у меня просто первый вопрос будет, просто по комментарии, то, что mockware не просто, а вот, дистрибьютир от Cloudera, они там собрали стек на ходу приложений, прикрутили к Cloudera-менеджер и, как бы, готов к дистрибьютиру. mockware еще добавляет в свой хранилище к mockware-гиде, которая позволяет не только как HDFS в write-on view, да, и все, нельзя изменять файл. Позволяет изменять файл, в том числе, то есть, может решать другой класс задач. Плюс написано на сети. То есть, ну, если кому будет интересно посмотреть, что есть совершенно другой подход к дистрибьютиру, рекомендуем ОПЕ посмотреть более низко. Да, хороший комментарий, просто, на самом деле, вот эти дистрибутивы, они, действительно, не только дистрибутивы, они, на самом деле, каждый из них предоставляет какой-то дополнительный функциональность. Cloudera предоставляет еще и Impala. Не, ну, Impala, по-моему, mockware не может быть. Ну, не знаю, то есть, допустим, потом Amazon предоставляет возможность там просто не устанавливать, а просто поднять себя в клауде Hadoop и работать с ним. Что там еще? IBM Week Insights, он позволяет работать с альтернативной файловой системой, не с HDFS. То есть, и свой у него там планировщик ресурсов, который, ну, не ARM, который работает вот с той системой. Ну, на самом деле, все надо, ну, еще попробовать. Ну, действительно, то есть, могут быть просто разные задачи, и под разные задачи нужно выбирать, ну, нужный инструмент. Маленький такой вопрос. Я чуть-чуть работал с Work and Work. Я тебя услышал, что там, если хочешь несколько нодов себе, то, ну, там, в Cloudera можно настраивать. Ну, что этот будет нодом? Это ответ. И для этого свой какой-то, свой виртуал как-то? Смотри, то есть, как в Cloudera происходит? Ты скачал виртуалку, да, поставил на каждый из своих нодов, зашел к Cloudera менеджеру и сказал, что вот, посетил, подключил, сказал, ну, вот этот чувак, это стопудово, там, твой товарищ. Даже можно проще. При менеджеру можно указать, допустим, чисто, абсолютно машину, указывающую IP-адрес, и попросту, и ротовую пылу. Потом путем нажатия кнопки Next пять раз, сюда там появляется много. Да, кстати, ну, по-моему, IBM-овский Big Insights, он тоже, можно даже не ставить на него виртуалку. Ты связываешь просто через посетитель. Cloudera менеджер, по-моему, в текущей версии, но с дополнительными плагинами, и новая версия OpenStack'а позволяет еще дополнительно через OpenStack API разворачивать ноды, то есть делать provision. То есть ты даже нажимай кнопку Next, ты не занимаешься созданием виртуалки, то есть все для тебя это делает. Да, мы, собственно, в этом вот проекте, о котором я говорил, да, который блок-менеджмент, мы еще занимаемся тоже вот этим автоматическим provisioning. Причем сейчас пока работаем с двумя вариантами. Это provisioning автоматически на моде ESX виртуального сервера и на Amazon. То есть с ESX вроде получается, с Amazon пока вот так себе? Ну, Amazon, Cloudera рассказывали, ну, сотрудник Cloudera, как они на Amazon делали, автоматический продвиженец там, по другой стороне подходит. А его Amazon предоставляет вендорам, допустим, если он пришел на жголдере, кто хочет делать простую типу, свои серверс, предоставлять на базе Amazon, предоставлять на PR в своей инфраструктуре, и они дополнительные секретарии, которые они чисто писали в программозоне. Ну да, будут подходы разными. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Всю семью одели. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока я наставлю, бэ. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Валерий Пекарский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пекарский. Всем привет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 БОДРАТЬ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, вот же. Ну, Валерий Петарский. Я девелопер на проект, на якому використовується шторм. АПЛОДИСМЕНТЫ Одразу попереджу, ця презентація спочатку готувалася як просто розповід про сам проект. Я уже не старался рассказывать, что такое шторм и для чего он взагал, но, на счастье, мне все же дали возможность это сделать. Ну, окей. Отже, мы сьогодні говорим про Big Data, и как мы опрацовываем Big Data, мы можем с ними працювать, допустим, один раз завантажить данные, и их, поверьмо, трошки опрацовывать, как это делать на сегодняшний день. С другой стороны, мы можем працювать, видимо, с данными приходят за хвилину, приходят за день, про это говорится у нас про Spark, и что будет, если нам нужно працювать данные в реальном времени. Для этого мы используем шторм. Это работа в кластере. В случае, если нам нужно працювать в секунду, допустим, сотни тысяч ивентов, это не только, ну, до речи, сотни тысяч ивентов, это что-то приблизно порахувати, по, например, килобайту на ивент, это, можно сказать, что 8 терабайт на день. Это не только марки Reduce, это, в принципе, любой код, который мы можем описать для ивентов, для опробки поведомлений. Это может быть фильтрация, загрузка каких-то додатковых данных, в конце концов передать эти данные в какую-то иншу черву, збрехтить вазу, ну, будь-що. Это все шторм. Також граф обробки. Може быть, в принципе, будь-який. Ось приклад. Тут у нас намальованы два спаута. Це джерела данных. И болты. Ось ці. Лайтнинги. Это, в принципе, и я на шкоде. И все, что мы ставим. Ну, и, в принципе, все там скиллабилити, фолторинг, толеранс, купа клиентів. Я, правда, честно говоря, не знаю, как така велика кількість клиентів появилась у продукта, який недавно выкладывал свои релизы просто в папочку на Dropbox, який тільки недавно опинився у Рапача. Він проходить стадію... Ну, загалом, щось типу стейтінга є, коли проект еще не вважається повністю абачівским. Это инкубатор. Так, это инкубатор. Дякую. Ось я нещодавно дивився. Він не вважав стадію инкубатора, але все ще не дійшов до першої версії. Ну, тим не менше, дуже багато клієнтів. Серед них, бачите, твіток. Три обранди, набір, твіток. Я так думаю, трендів всяких вещей. Наш клієнт – це компанія, страхова компанія, яка працює з провайдерами поличних дамок, з клініками, пацієнтами, аптеками, всього такого. Повинно опрацьовувати дані, які проходять із клінік про випадки, наприклад, виховнення рецепту або поміщення пацієнта в спеціонарх. У нас обов'язковим референтом є відсутність пропусків цих данок. Тобто кожен івент має бути опрацьований. Ну, це якийсь кривий білік. Чому ми це не зробили просто якимось, не знаю, Java-агентом, який буде читати кожного місця клас чи лише. Тому що нам потрібно проразв'яти дуже багато даних. І у нас є дуже тісне обмеження по часу. Не більше пяти секунд, а дуже вийде. Тобто вийшов на нашу аплікацію. Через пяти секунд має бути на телефоні лікаря. Вердю, це архітектура – це частина того, що ми бачили на попередній презентації. Це частина архітектури. Як бачите, я бачу процесінгу ніякого поки що. Ну, і, мабуть, не буде. Працюємо ми з Data Source, який, не знаю, багато років йому. Його не змінює, тому що це серйозна технологія, яку міняти дуже складно. Ми імпортуємо дані із цього Data Source, кладемо їх в Амазон, в кюшки амазонські. І опрацьовуємо їх шторм-покологіями. Якщо буде потрібно доповнити дані, які ми отримали, ми звертаємося також до цього Data Source, заповнюємо і вкладемо в Кассандру. З Кассандру, потім, можна витраблювати через Dresda API, до якого звертається мобільний клієнт. Трошки ближче, я не знаю, чи насправді видно. Тут я трошки розширив попередній слайд, показав, що обробка у кожному івенті займається мінімум дві топології – це топологія класифікацій і топологія, яка займається доповненням донів і збереженням. Якщо потрібно мати якийсь додатковий сторіч у цих івентів, якщо там, наприклад, класифікація виходить дуже швидко і нам потрібно десь ці класифіковані івенти зберігати поки, а в другій топології виходить ми все тоді зберігаємо у амазонних ступлюшках. Можна наступний сторіч? Так, оце приклад класифікаційної топології. Я пам'ятаю, у нас там на одному з перших слайдів був граф. Тут такий граф дуже лінійний. В даному випадку складається з одного входного, входной точки, спаунта, і двох місяць проходит обробка. Тобто класифікація в мій, якимось там скриптом в грубі, і спаут, який спаут БОУ. БОУ, який відправляє іднити до інших в інших на амазоні. Ось, наприклад, топологія, яка самим брубкою займається. Тут ми бачимо кілька синіх, в яких може бути багато синів робці, які доповнюють дані із нашого екстреного Data Storage. Кілька зелених, які зберігають дані. Там якусь одну частину даних потрібно зберігати, іншу частину, і щось фіолетове, яке відправляє EPNS Notification. Apple Notification Service. Я так відмітив їх різними кольорами, щоб було видно, що це просто різні типи цих полтів. Самі пособи, вони представляють різні полтів в нашому нетворку топової. До речі, плюс шторма взагалі в тому, що нам не потрібно, наприклад, думати про кількість робочих машин, які там будуть ці топології запускати. Нам не потрібно думати про те, що при потребі, не знаю, де потрібно там збільшити кількість цих топової машин з топової меборкерів. Тобто, ось так. Ну, і, в принципі, останній слайд про що я б хотів сказати, з чим ми зіткнулися, як би мовити проблеми, не знаю. Перше – це обробка помилок. Якщо ви працюєте з топологіями, вам потрібно пам'ятати, що в будь-якому полті може виникнути exception. Помилка, проблема. Можна спробувати зробити це ще раз, запроцесити цей івент в цьому ж болті. Тобто, тут виникла помилка, ми ще раз його намагаємося запроцювати. Ми можемо спробувати запроцесити цей івент з самого початку. В крайньому випадку, ми можемо помітити цей івент як такий війний процесиці. І там, не знаю, даних їм не вистачає чи щось таке. Ну, якщо ми взагалі нічого не зробимо, то падає. Так? Питання, а ми можемо, якщо підходить декілька стадія, що ми можемо взяти останню з сексесу і з неї подовжити коруч? Тобто, якщо ми зробили співдіцієм, так? І її в своїй співдіцій? Так. Ну, я так собі уявляю, що краще для цього використовувати просто дві послідовні топології. Якщо ми хочемо цей реформа точка, на якій зберігається стан чи що? Такого я не знаю, чесно кажучи. Мене здається щасково. Ще? Так, я дякую за запитання. Я можу про це сказати. Або хотів сказати пізніше. Ну, в будь-якому разі дякую. За тобою Шторм позиціонує себе, як проінпорт, який обов'язково запроцесить ваші дані. В крайньому випадку за процесом ввіч. Це теж проблема. Ну, можливо, насправді перехід з версій на версій доволі складний через те, що у нього в депенденцій купола в бібліотекі з версіями спичними і потрібно свої версії обслуштовувати. Так, про ерактен, ми вже сказали. Про транзакційність треба сказати, що нам потрібно думати про те, що попереду щось може впасти. Тобто, якщо ми, наприклад, маючи ось такий графік, маємо на другому етапі збереження втазму, то маємо мати на увазі, що на третьому депі, якщо не впаде, то це, що втазить збереження вже завжди. Ну, ми це питання вирішили тим, що просто попалося збереження на самий кінець колик. Ну, начебто, якщо все впаде, то, значить, що щось не так збалзує. Так, ну, і велика проблема, звичайно, з подвійним збереженням. В нашому вирішено тим, що Кесандра дуплікати даних не зберігає, і чому правильно описали її ключі. Ну, тобто, не падає з комусього, а просто перетирає стерітами віду. Ну, в якомусь роді це просто. Joining streams – це я хотів сказати про паралельне розпараллювання в цьому графік топології. Ну, допустимо, що в нас є не два скаута, а один скаут, з якого піде паралельно два скаута. Ну, піде якийсь операцій, який, в принципі, довго не заварився. А потім ці дані потрібно збережити. Загалом це складно. Приходиться писати свої лобоскреди, поки що. Такого нема. Ще не робити завжди. Ще проблема з джалою. Вони, розробники Шторм, кажуть, що не гарантується робота на версиях відміннях 2.26. Ну, з іншого боку, скажу, що на всякий працює. Ну. З нашого боку досить багато часу було вкладено в інфраструктуру. Чесно кажучи, на благотворали кориф і архітектора, який з нами працював. У нас на ТІН є два девопси. Двоє людей, які займаються інфраструктурою. Ну, так, звичайно, частина часу вони переділяють якимось іншим проєктам, але... Ну, можливо, ми могли би запобігти цьому, якщо би використали якісь рішення від Амазону, наприклад. Чув, що у Амазона є можливість мати одразу Шторм-кластері. Ну, і останній пункт – це залежність на зовнішні сервіси. Завжди пам'ятаємо, що перформанс нашої топології завжди буде залежний від слабких точок. В нашому випадку, коритою виявився цей зовнішній сервер з даними, який доволі повільно відповідав назад. Ну, і так прийшло, що при нашій переверці перформансу, наприклад, дві десятки секунди йшло на наш код, і ще дві секунди йшло на код, який робить ці заход. Ну, а ось не наш. Він з Амазонівської чергою підтримує сам зразу, чи це ви дописувалися? Цей код наш, я, здається, не бачив коду в репозиторії самого шторма, але, можливо, він може тут з'явитися. Ну, тобто там, в принципі, не так сховно. А чому ви одну чергу використовували, наприклад, там бачив, є дата оброблені вен-дати, а потім дата-енричер, і після того той собру бил дата, в ту саму чергу кладеш, щоб енричер його обробив. А це різні черги, одна для класифікації, друга для процесінга, тому що на етап класифікації можуть вціяти всі кісти, і щоб ми їх не змішували. Чесно кажучи, я ентермотив не заставив. Ну, тобто, я чув, що воно одразу писалось теж. Назад. П embarrassing. Я не деймусь. Я особистичай, не дякую. Воль. Я просто. АПЛОДИСКИЙ ПОЛУЮТ Браво. Спасибо.